Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, актуальность данного исследования у нас обусловлена тем, что цифровизация медицины является одним из приоритетных в направлении развития страны. Как известно, цифровая медицина и телемедицина в частности обеспечивает оперативность и своевременность медицинской помощи, а также предоставляет возможность консультации в удаленных населенных пунктах. По данным ЕМИС, число пользователей сети интернет в России составляет 73 из 100 человек. Значительный размер аудитории интернет-пользователей, характерный для нашей страны, существенно влияет на интеграцию интернет-технологий во всей области общественной жизни, включая здравоохранение. Целью данной работы является определение степени развитости медицинских информационных ресурсов и выявление спектра возможностей цифровой медицины, доступных пользователю сети интернет. Для выполнения поставленной цели использовался поиск открытых источников информации в интернете с применением поискового сайта Google. Также были проанализированы возможности медицинских онлайн-ресурсов при непосредственном использовании их. Были выявлены ключевые направления интернет-навигации здравоохранения Российской Федерации, такие как поиск валидизированных ресурсов, на которых можно получить телемедицинские условия по различным направлениям медицинской специализации, и в том числе онлайн-консультации. А также осуществлялся поиск ресурсов, предоставляющих информацию о заболеваниях, лекарствах, профилактике заболеваний и здоровом образе жизни. Оказание телемедицинских услуг для Российской Федерации наиболее востребовано в силу неравномерного распределения медицинских специалистов по городам, а также в силу территориальной удаленности некоторых населенных пунктов. В этом секторе можно выделить государственные медучреждения, коммерческие организации и бесплатные медицинские сайты. Со стороны государственных медучреждений любая телемедицинская помощь оказывается лишь тем пациентам, которые прошли аутентификацию через портал Госуслуг. Стоит отдельно выделить федеральную телемедицинскую платформу RT-DocTis, интегрированную с порталом Госуслуг. Она была запущена в конце 2020 года, и на этой платформе можно получать дистанционные консультации в рамках программы ОМС и в виде коммерческих услуг. Для всех госучреждений справедливо следующее. В результате телемедицинской консультации формулируется назначение, носящее рекомендательный характер, а также выдается направление на очный осмотр врача. Также посредством портала Госуслуг реализована онлайн-запись на прием к врачу, но сервис часто работает в ограниченном режиме, либо не содержит информации о некоторых функционирующих государственных медицинских учреждениях. Не все медицинские учреждения готовы предоставлять услугу телемедицинской консультации в силу нехватки оборудования. В негосударственном сегменте медицинских услуг выбор разнообразен. Возможность онлайн-консультации на коммерческой основе с врачами различных профилей предоставляет Сбербанк, сервис Телемед, Росгострах, Газпром и так далее. В результате консультации пациенту назначается прохождение необходимых анализов и осуществляется помощь в записи на очный прием в больнице или платной клинике. После приема проводится экспертиза заключения врача, пациенту объясняются детали назначения и подготавливается дополнительное детальное заключение. Но для перечисленных сервисов запись к платным специалистам реализована лишь для ряда крупных городов. В сфере получения бесплатных онлайн-консультаций по вопросам диагностики и лечения осуществляется на таких сайтах, как Здоровье, Майл.ру, Ликар.инфо и так далее. Здесь перечислены наиболее валидные из сайтов, к которым можно получить доступ через сеть интернет. Стоит отметить, что на перечисленных ресурсах также можно прочитать медицинские статьи и получить информацию о лекарственном лечении и здоровом образе жизни. Но стоит отметить, что для всех интернет-ресурсов актуально следующее утверждение. Врач не может дистанционно провести личный осмотр пациента и точно поставить диагноз. То есть телеконсультация не отменяет точного посещения специалиста. Более того, постановка окончательного диагноза и назначение лечения только по результатам дистанционного обследования на данный момент на территории Российской Федерации неправомерна. В результате исследования сделаны следующие выводы. О том, что возможности цифровой медицины, доступные широкому кругу пользователей сети интернет, в данный момент ограничены. И еще раз стоит отметить только факт, что удаленная консультация или обследование не может всецело заменить офис на осмотр врача. А значит, проблема территориальной удаленности пациента и медицинского специалиста не перестала быть актуальной. Видится актуальным формирование единых требований к медицинским интернет-ресурсам, которые позволят оценить уже имеющиеся и провести их ранжирование. И также видится целесообразным создание навигационного портала в системе здравоохранения, которое позволит гражданам легко ориентироваться в системе медицинских интернет-ресурсов. Итак, спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы.